Будьте здоровы благополучны земляки! У кого как, а у меня конец минувшей недели выдался хлопотным. По традиции сразу после уборки зерновых в нашем коллективе выдача оплаты за паи. Те самые, которые владельцы, получившие их от государства, сдают в аренду, раз не могут обрабатывать сами. Дело хлопотное и народ разный. Кому-то желательно все деньгами, кто-то вместо ненадежных по нынешним временам бумажек хочет иметь исключительно натурпродукт. Но это, согласитесь, дело характера и склонностей, но не противоречит заключенному договору. Он определяющий документы должен соблюдаться свято. Если, конечно, никто из партнеров не попадает под категорию козел, куда народная молва легко заносит тех, кто не держит слова. Естественно, как бы точно не соблюдался договор, всегда есть неопределенность. Все владельцы поезд большим вниманием исследуют рынок земельных отношений в округе. Понятно, интересуясь, где, кто и сколько платит. И всегда хочется больше. Кстати, на этом весьма охотно играют разные проходимцы, желающие получить свою выгоду с наивности граждан. Эдакие пирамиды, заканчивающиеся наглым кидаловом. Это ведь удел не только города. В селах своих тонкостей тоже хватает. Нынешний год не исключение. Немало жаждущих перемен, кто с тонкими намеками, а кто в наглую требует или повышай выплаты, или расстаемся. Вон по районам ездят с завлекательными предложениями. Да, крепостного права нет. И каждый собственник вволен на решение, открывающий ему путь к большому счастью и достатку. Но тут точно есть нюансы. Стремление богатых структур, явно желающих как минимум сильно подвинуть, а в идеале и вовсе разорить всякую мелочь в округе ясны и понятны. Им нужна площадка, на которой местные фермеры не предусмотрены. Знакомый киевский экономист предупредил. Все экономические перемены в селе направлены на поддержку претензий больших корпораций. С ними, как он говорит, власти договариваться легче. Они понятны и управляемы. И в предлагаемой модели, полно игнорировая интересов хозяев и хозяйчиков, а передача всех возможностей гигантам, лучше транснациональным. У пришлых денег больше. И как в карточной игре, они могут перебить практически любую местную ставку. Но вот будет ли их партнером выгода-то? Считаю, что владельцы паёв имеют законное право на достойное вознаграждение. Но реальная жизнь подтверждает. Разумная синица в руках лучше, чем журавль в небе. И в споре с местными баронами все-таки проще. Даже в сложных случаях, при минимальном участии низовых уровней власти. А если обычный крестьянин склестнется с международной корпорацией, что обещала да не дала. Там деньги юристы, поддержка власти и опыт подавления недовольных. А у крестьянина слезы от обмана, не аргумент. Можно, конечно, жаловаться, если охрана пустит на порог контор в европейских столицах. Но и доехать дорого. Можно пойти в наш самый справедливый суд и даже получить его решение. Оно, правда, не эквивалент денег, но душу согреет. Но стоить будет немеренно из-за затрат на процесс. Разве что массовостью защищающих свои интересы взять. Так умные объединяются не после того, как уже кинули, а еще до того, как попытались. Вот в этом главное. Чтобы защищать свои интересы, чтобы иметь хотя бы надежду жить завтра лучше, чем сегодня, а не хуже, чем вчера и позавчера, селянам надо объединяться. И чувствовать локоть соседа, его профессиональную и региональную солидарность. Тогда любой наглый козел по рогам получит.